Депутаты в Госдуме могут обязать читать молитвы до и после заседания, пишет полиция БРУ. Такое заявление сделала глава Думского комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова. С предложением в обязательном порядке молиться еще год назад вышли члены межфракционной группы по защите христианских ценностей. Севастьянова отметила, что в регламенте нет правила читать молитвы, но только потому, что ранее никто не обсуждал саму возможность молебна в Госдуме. Предложение решено обсудить. Барнаулиц продает бюст Владимира Ленина за полмиллиона рублей. Как сообщают аргументы и факты, на Алтае объявление было опубликовано на одном из популярных интернет-сервисов. Владелец утверждает, что скульптура изготовлена из чистого мрамора, а ее автор – мэтр монументального искусства Лев Ефимович Кербель. Только ему в свое время доверили взять слепок и выполнить посмертную маску у самого Иосифа Сталина. Кстати, автограф автора и год 1958-й стоит на обратной стороне монумента. Фестиваль науки пройдет в эту субботу в Техническом университете. Программу публикует АИФ Алтай. Интересно, обещают, будет всем независимо от возраста. Выставки, творческие проекты, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры. А еще желающие смогут принять участие в молочной ярмарке и приготовить десерт во время кулинарного представления. Барнаульцев призывают помочь животным. Благотворительную акцию организовала общественная организация «Ласка» ко Всемирному дню защиты четвероногих. Корреспонденты КП на Алтае выяснили, в чем нуждаются бездомные животные. Это продукты, лекарства, инвентарь, кастрюли, швабры, веники. Все это можно приносить в приют для животных «Ласка». Барнаульская школьница Анна Филипчук представит Россию на детском Евровидении. Девочка споет песню «Непобедимая», пишет МК на Алтае. 13-летнюю Анну выбрали из 12 участников-претендентов. Анна начала петь в Барнаульском шоу-театре песни «Каприз» под руководством Елены Щербаковой, а теперь учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Конкурсная жизнь, знакомая ей давно. Напомним, детское Евровидение в этом году будет проходить в Минске 25 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok